Всем доброе утро, ребята. Мы едем, как всегда, на море. Еще взяла с собой бутылочки на обратном пути. Водичку наберем, а Сашка сегодня с игрушками. Пойдем? Дима уже около машины, остужает ее. Пока мы там собирались, копались, он еще с утра сходил в горы, прогулялся. Ну что, отлично охладилась машина. Немножко выключаем кондиционер. Так, надо включить это. У меня свети подальше туда. Я не влезу. Чуть-то ты не влезешь-то. Сашка, почему ты? Кто там здесь сидел? У меня сручок. Я думаю, первый раз я ее скинул, думаю, что за фигня. Жук, что он сел, но я смотрю, в машину ударил. Потом опять смотрю, опять какая-то фигня у меня на спине. Смотрю вот так вот. Ты уже скидографировал? Да нет, вон, я испугался, она полетела. Я думаю, блин, что за зверя? Саранча вот такая. Он на дерево сел, можно пойти щелкнуть. Пап, я уже не боялся. Ты раньше не боялся, дочек, у камнях головами ловил, собирал. В банку, вот стыдил, саранчат, таракан. Я боюсь. Сейчас пустил, вам в машину бы приелся. Что? Ну, уже там. Всем доброе утро. Сейчас на спину села вот такая вот саранча мне. Ну, что не преувеличивай. Ну, правда, я не знаю, сейчас пойду поймаю. Да? Папа в детстве не боялся. Да, я в детстве не боялся, у меня опять что-то не грузится. Одна штучка. А что, сейчас боишься? А? Сейчас как-то с осторожностью отнашиваюсь. К разным насекомым, да? Буду багажник открыть. Да, это я открыла. Да? От граммана? Сейчас их закрыла. Банки. Чтобы воду и набрать на обратном пути. Сейчас как опять накупаемся, накараемся вдоволь. Надеюсь, море сегодня поспокойнее. Это вчера мы уезжали, такие уже волны были, достаточно сильный и ветер. Море сегодня такое волнующееся. И нам показалось, что оно прохладное. То ли течение какое-то пришло, ну непонятно, в общем. Не прям вот ледяное, но холоднее, чем было вчера, позавчера. Но так как мы приехали на море, мы, конечно же, будем купаться в любом случае. Сказал, у Сашки пошла. Водичка около берега тепленькая, подальше похолоднее. Дима Лёв, он кайфует, пока Сашулька там, как у бассейна, купается. Покупалась. Действительно, вода такая, она прохладная. Очень много вот этого течения. Волны принесли тины. Ну, я спокойно отношусь к тине. То есть, для меня это естественно. Я и в такой воде могу купаться, и в такой. Меня абсолютно не смущает. Расслабляется. Закарает. Дедушка у нас пошел собирать ракушки. Хочешь попить? Не, не хочу. Мы сегодня с собой ничего покушания не взяли. Мы нагуливаем аппетит. Мои спасители делают ров. Потому что... Потому что вода подбирается к нашей палатке. Я думала, мне Дима там полил пяточки. Это, оказалось, меня накрывало. Выкладывает Анапа. Такой у нас тут бассейн. Да? Да. Красиво. Ну что, сейчас еще раз скупнемся, да? И уже домой тогда поедем. Да. Ну, уже долго. Ну да. Сейчас уже пол первого времени. Вода, все, можно нырять. Вода почище, кстати, немножко стала. Да, почище стало. Можно просто не плюхаться нырять. Ну, смотрим. Анапа. 20-23. Да. Красиво. Молодец, Дим. Мы уже ушли с пляжа. И Дима хочет зайти вот сюда вот окупить лепешки. Такие же, какие мы покупаем. Хлеб он называется. Зайдет, купит. Сколько? Два, наверное, возьмем. Два возьмем, да? Две, да? Давайте две. Можно нам два лепешки больших купить? Еще тепленькие. Они тебе на солнце теплые сейчас будут. Держите. Теплые? Сегодняшние? Кто мороженое ходит, ест, а мы пойдем горячий хлеб есть. Спасибо. Ну что? Да они все теплые у них. Теплые? Все теплые. Так, кто будет? Давай всем. Папа, ты будешь? Все проголодались. Векарь с 50-летним стажем. Тебя побольше? А, почему он мне маленький дать? Это тебе такой дали, маленький? Ну ты же маленькая дочь, тебе и маленький. Да не, Лена, ну давай с Сашкой пополам. Да я с Сашкой вот эту пополам. Я тебя знаю. Тебе и этого мало, муж. Это да. Саш, тебе побольше. А вот этот уже до дома. Объедение. Хотя не пап. Пойдем дальше. Объедение. Идем, когда Дима машину остудит. Тут единственный тенечек. На море еще не так чувствуется. Там ветер. А тут прям такая духота, что сил нет. Я уже свою булочку съела. Сашка смакует. Тут ходит чебурашка, крокодил Гена, около парка Солнечный остров. Подозревает всех сфотографироваться. Я представляю в костюмах, как им там. Я не знаю. Спариться можно, да? Погрузились. Дим, тебе тут машину после нас вытряхивать, не перетряхивать после этого песка? Ну, ничего, помоем. Отпишем, помоем. Давай. Сашка специально ждала, чтобы в машине покушать, да? Три, дай. Так, а где наш этот? Она включила уже. А, она включила? Так, Саша включила. Глоток свежего воздуха. Хотя это не свежий воздух, конечно, кондиционер, да? Слушай, ну ничего, вот так холодилось. Хорошо. Мы доехали. Она уже помылась. Ехали очень долго. В этот раз там авария такая. И с пяти машин столкнулись. Ужас, ужасно. Добирались по Субсехскому шоссе. А, нет, не по Субсехскому, а как это шоссе? Симферопольскому шоссе. Час где-то. Вот этот отрезок, который мы проезжаем минут на вернаджи 15. Чё, пап? У нас на лет вот гречка, салатик, котлетка, чубчик. И ещё лаваш, который мы купили. Дима хочет к нему делать соус вкусный с чесноком. И чтоб макать и кушать. Ну ещё у нас махито освежающий. Ребята, мы собрались в магазин. Сашуль у нас с дедушкой остались на детской площадке. А мы пойдём сходим... По-моему, оно Страханское называется. Вот туда подальше, где мир индейки. Там есть магазин Аптовичок. Да, и там продаются пакеты для вакууматоров. Они нам как раз понадобятся. Когда мы приедем на дачу, мы будем делать заготовки. Грибов, разных овощей. Давайте я здесь подожду, давай. Ага. Разных овощей, борщевые заправки. Может быть, если удастся здесь купить кукурузу и привезти её домой. И кукурузу тоже там вакуумируем дома. Плюс ягоды, если какие-то ещё удастся собрать. Так что нужно сейчас ходить будет за пакетиками. Дома, всё по-прежнему жарко. Ветерочек такой, но он тёплый. Завтра обещаю дожди. Не знаю, будут или нет. Но, по крайней мере, в Яндекс.Пободе написано, что будет дождь. Прочитала комментарии по поводу стиральной машинки. Огромное вам спасибо за советы. Многие сошлись во мнении, что нужно промывать лимонной кислотой. Прислушаемся к вам. Обязательно купим. Тоже будем прочищать на холостых оборотах при максимальной температуре. Насколько я поняла. Вот. Попробуем. Сейчас нужно будет тогда зайти ещё и лимонной кислоты купить. Чтоб было. Ну и плюс, конечно, колгон. Вот я сейчас стирала. Я добавила колгоны. Там написано 75. Это максимальная дозировка. 75 грамм при жёсткой воде. Я прям 80 грамм добавила. К стиральному порошку капсулам. Прямо засыпала барабаны всё. Вот. Хотя бы стиральную машину мы же спасём. А коктейн спасать, вот так вот, я не знаю. Выход только один – ставить фильтры. Фильтры. Потому что, если, например, у нас была бы ещё и посудомоечная машина, представляете? Она бы тоже забилась и потекала. Вот. А фильтры, знаете, ещё нужно ставить. У нас просто на даче есть фильтры. Они, ну как сказать, человеческий рост. Они очень большие. Их много. Я просто думаю, куда их вообще в квартире-то ставить? Есть другая система чистая. Они маленькие, но их тогда будет чаще менять. А эти такие здоровые. Там многоступенчатая. Смотрите, гуляем с Димой. И увидели, сливы валяются. Поднимаем глаза. И тут дерево просто обливное стоит. И так ему здесь тяжело. Прям ветки наклонились. Столько сливы. Дима попробовал. Говорит, ещё кислое. Ну прям всё сыпется. Вон их тут сколько. Так жалко. Деревце не выдерживает уже. Такой нож. Ещё одно дерево, но это уже другое. Тоже падает. Это ещё недозрелое. Да. Сколько здесь? А вот тут тоже, смотрите, сколько что-то другое. Смотри, какие цветы есть. Ну они такие. Это лучшая, да? Слушай, вот это мягко. Я по ним прям хожу. Это зелёная. Не, она ещё не созрела. Это сорт такой. Сорт такой зелёный, да? Да. Кисло? Не, она такая вкусная. Кисло-сладко. Грецкий орех или ещё раз что-то смотреть? Конечно. Он же потом падать будет. Мы же здесь его тогда, грецкий орех-то и находили, когда уже уезжали в сентябре. И когда мы нашли, это знаете, как первобытные люди, мы смотрим на него, и мы никогда не видели грецкий орех. Это просто вот как он выглядит, как он там раскалывается, как у него там зародилась семечка вот этого. У меня такая аллергия, ребята, началась. Это вообще, это мне ни на один орех такой не было. Вот что значит свежий. Я сразу таблетки начала пить, это ужас. Ну, конечно, я вам скажу. Вот Краснодарский край кормит, да? Столько деревьев тут насажено. Да, там каштан. Там подойдёшь, сорвёшь, съешь. Тут подойдёшь, сорвёшь, съешь. И зима мы в этом году, конечно, очень много сделали ваночек с грецким орехом зелёным. Будем угощать своих. Да? Да. Прям наварили от души, так сказать. И вишни, и вишни тоже, и абрикосовую сделали варенье. Но мы в этом году только варенье. Ни яблоки, ой, ни яблоки, ни помидоры, ни огурцы. Хотя бы я закрыла бы две баночки. Одну баночку большую трёхлитровую с огурцами и одну большую трёхлитровую с помидорами. Я понимаю, что она закрывает, но тут всё равно. Тут огурцы, да, нет, не своё. Тут, да, тут вкусные, тут южные, маленькие, сочные. Вот. Тогда прям, помнишь, открыли-то? Приехали, практически сразу открыли, и всё сразу захомячили. Очень вкусно получилось. Ну, я спрашивала у продавца на рынке. Она сказала немножко попозже. Такие вот маленькие будут. Тут, да, ближе к сентябрю огурчики маленькие, помидорчики вот сливовидные. Засолки. То есть такие, да, для засолки, чтобы они твёрденькие такие были. Мы пошли в библиотеку. Попозже покажу. Кто-то спрашивал, какие мы книги берём. Сашульки, детективы. Вот. И проходим мимо площадки. Мы в прошлом году её снимали. Вот отдельный, по-моему, ролик, когда мы гуляли по АНАТПе. Очень необычная площадка. Видимо, каких-нибудь, может быть, 70-х, а-ля 80-х годов. Строилась, знаете, как на века. Прям монолит какой-то. Это монолит. Крепость. Какая-то крепость. А вот это всего лишь навсего горка. Там тоже лестница. Беседка, я так понимаю. Беседка. То есть вот что-то такое из старинного. Исписанного. И вот ведь стоит. Мне кажется, это давно. Немножко отреставрировать, привести в порядок, покрасить, да. И сносу нет. Так. Очень даже интересно. Какой-то вот этот кусочек всё время стоит. Проходим и мы смотрим. И остановка такого же плана, да. Тоже такая. Это вот та улица, которая нам с Димой нравится. Очень похожа чем-то на Москву. На пятиэтажке, да. Когда вот с этой стороны пятиэтажка, вот с этой стороны пятиэтажка. И всё в зелени. Да. Вот такие деревья. Ага, интересно. А библиотека, вон там вот она находится. Мы уже практически до неё дошли. Сейчас пойдём сдадим эти книжки и возьмём другие. Надеюсь, там будет что-то новенькое. Вот, смотри, превращение карака. Ну, это уже, знаешь, плюс 12-12 плюс, да. Нам какие-нибудь это новое. Тоже интересный волшебный щенок. Про зайчика. Вот этот автор очень нравится, Катя Матюшкина. Но тут её очень мало книг. Аватар. Аквадар. Аквадар. Аватар. Я бы, как мы смотрели, аватар. Аквадар. И вот такое вот что-то новенькое. Прямо такая новенькая книга. Красивая, красочная. Подержи. Сашулька же, она любит ещё картинки. Ну, тут красивые картинки. Тут красивые. Она прям вот новенькая-новенькая. И такое ощущение. А, вот 20-го года. Прямо только её как будто вот купили. Не поюзанная ещё. Да. Это тоже интересная. Тоже картинки я покажу. Красивая, конечно. А то тоже у кого-то детки. Тоже такая она. Красочная. Это больше на диснеевскую похож какой-то. Но они все вот такие вот интересные, матюшкиные такие книги. Я думаю, что понравится. До 10 августа мы взяли. Но мы раньше, конечно, сдаём. Пойдём сейчас погуляем. Пойдём. У нас тут так листва валяются. Какое ещё не что? Осень. А это вот, по-моему, платаны насыпаются. В прошлом году они так рано, да. Мне рано, конечно, ссыкутся. Ссыкутся, да. Осень-осень, да? Тут такая тенистая улица. Очень нравится. Комфортная прям. Как будто наш район в Москве. Пятиэтажек. Скоро уже увидят. Да, не говорят. В Москве. Во всё её красе. Там, говорят, дожди идут. Пасмурно, холодно. Я бы, конечно, здесь ещё с удовольствием содержался бы. Сентябрь, да? Пятенца сентября, наверное, даже бы. Я вот как-то, по-моему, в каком-то видео говорила. Если бы, конечно, Сашульке, например, она бы не в первой калашла, а там нам в второй, в треть, то можно было с учительницей списаться. Ну, и попозже немного прийти. Не первого сентября. Я думаю, что ничего такого катастрофичного бы не было бы. Тем более, такая начальная школа, она так вот не подразумевает того, что они что-то начнут проходить, и где-то ребёнок там не успеет. Ну, в противном случае, можно и, в общем-то, и тут позаниматься было бы, да? Но так как первое сентября, мы пока ещё ничего не знаем, как, чего. Поэтому, конечно, нам надо приехать заранее. Вот. Всё узнать. Какие учебники, какой учитель, какой класс, какая школа. В общем, всё-всё. Потому что мы ничего не знаем. Подготовиться, да. Всё купить. Там форма, не форма. Нужно, не нужно. Вообще. Поэтому, и так вот. Это арбузики по 38 рублей. Мясо. Сейчас мы идём прямо, потом заворачиваем направо и прям выйдем практически к табрису. Ну, всё тут рядом. Мы решили зайти, посмотреть домики. Домики, дачи, да. И посмотрите, немножко свернули. Тут уже сливы. Какие, да? Бливные. Бливные, большие. С этой стороны у людей груши. Пока не поспели, но знаете, сколько много. Машина. А вон собачка. Вот я собаку боюсь очень. Вон она прошла. Вот. У него так вот эта дача-дача. И вот у каждой дачи там какая-то придомовая такая территория. И вот растут и плодовые ягодные, или вон туечки, да, стоят. Мы пришли в Магнит и увидели вот такую вот дыню. Далматин называется. 109 рублей килограмм стоит. Пахнут. Очень и очень вкусно. Написано романовский, спелый. Хотим взять одну штуку. Извесили уже. Ну, на 100 рублей дынька вышла. А Дима говорит, ещё бессемянный. Может быть, арбуз взять. Жёлтый. Жёлтый? Ну, давай. Романовский. А то сейчас опять, знаешь, как разрежем, хрякнется. Кстати, мы тут арбуз, ребят, съели. Представляете? Да, вот этим, но хранится. Давай. Вот он, видишь, написано. Спелый. Тут же написано спелый. И вот спелый. Нет. Вот тоже вот такой. Вот глухой тоже. Маленький. Вот этот, наверное, надо брать. Вот он. Давай вот этот возьмём. А вдруг он невкусный? Ну, невкусный, если я. Ну, ладно, его надо взвесить. 518. 518? Давай. Давай посмотрим. Насколько он потянет. Отпускай. 277 рублей. Будем брать? Да, 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 да. Может, ты красный? Угу. Все попробуем. В этом, в этой жизни. Я уже желтые арбузы ела. Невкусные. Ребят, смотрите, что видела. Раки кубанские. Икра из морских водорослей. Икра из морских водорослей. В этой жизни надо попробовать всё. А ещё Дима очень любит морскую капусту. Вот такую тоже вкусную мы кушали. Вот ещё чука. Чука, да, она такая вкусненькая. Племяту. Нам написали, что её можно заморозить. Мы разрезали вот этот замечательный арбуз. Жёлтый. Который купили в магните. Вместе с вами выбирали. Ещё не пробовали. Но такой цвет, я вам скажу, прям насыщенный. Не первый, папа. Надеюсь, будет вкусно. Сейчас. Секундочку. Но семечки у него всё равно есть. Маленькие, вот такие вот. Да, всё равно. Но это правда не совсем крупно. Сейчас, девочки. Не первый. Да никто тебя не отнимает. Давай, Сашка. Первый кустой. Он сахарный просто. Да, жима. Он такой кислый. Ну что, пробуем? Пробуем. Дай это ко мне. Будешь чуть-чуть охладить ещё? Как же тут пахнет вечер. Я вам просто передать не могу. Это просто свежестью, морем, всё вперемешку. Просто не надышаться. Ребята, там играет футбол. Вечерняя Горгиппе. Вечерний район наш. На сегодня будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Обязательно оставляйте комментарии. Ставьте пальчики вверх. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.